Уже с начала 2000-х годов многие дилеры КРАЗа требовали от него как можно быстрее разработать грузовик с кабиной над двигателем. По их мнению, он должен был оставаться таким же прочным, выносливым, простым и неприхотливым, но капота у него быть не должно. Почему? Потому что к тому моменту в традиционные для КРАЗа сегменты, в карьеры, настройки, на лесосготовки пришли бескапотные КАМАЗы и МАЗы. Перевозчики смогли наглядно убедиться, насколько без лишних двух метров капота легче маневрировать в тесноте городских стройплощадок, на зажатых со всех сторон лесных делянках или в карьерах, подруливая подковши экскаватора. На КРАЗе эти пожелания услышали. В 2006 году здесь началась работа над перспективным бескапотным КРАЗом. Взглавлявший в ту пору Кременчевский автозавод Сергей Сазонов взял курс на радикальное обновление модельного ряда. Нет, от основы материального благополучия, то есть от тяжелых капотных грузовиков и самосвалов, отказываться никто не собирался. Но их здорово обновили. Капитально улучшили кабину, применили более стильный, а главное менее дорогой в производстве интегральный стеклопластиковый капот. Но стратегическим решением, которое должно было обеспечить будущее КРАЗа не на года, а на десятилетия, стало решение создать и освоить в серийном производстве семейство тяжелых бескапотных грузовиков. Кстати, для этого создалась как никогда благоприятная ситуация. К началу 2008 года КРАЗ вышел на темп выпуска 400 автомобилей в месяц. Его производство в 2007 году увеличилось более чем двукратно и превысило 4000 автомобилей. Рекорд. Расчет был понятен. На волне подъема продаж вывести на рынок новые бескапотные автомобили. И в 2008 году первый такой грузовик появился. Это был аналог самого популярного на тот момент капотного КРАЗа, то есть трехосный самосвал грузоподъемностью 20 тонн с кузовом задней разгрузки. Сделали его абсолютно по той же схеме, которую в ту пору для быстрого и недорогого создания тяжелых грузовиков использовали другие заводы, те же ЗИЛ, КАМАЗ или ТОНАР. То есть купили кабину, двигатель, сцепление, коробку передачи мосты в Поднебесной. И установили все это на собственную раму, собственной самосвальной платформой. Но первый блин вышел ковым. Потому что подавляющее большинство тогдашних клиентов КРАЗа сказали, «Зачем нам приобретать китайца украинского производства, если в России полно едва ли не более дешевых китайских аналогов, выпущенных на исторической родине?» Да тут еще грянул памятный международный финансовый кризис 2008 года, обрушивший продажи грузовиков и в Украине, и в России. Кризис, кстати, наглядно показал, что обменный валютный курс сегодня может быть одним, а завтра совершенно другим. А значит, осваивать выпуск машин на зарубежных комплектующих рискованно, потому что совершенно непонятно, сможешь ли ты в дальнейшем покупать эти самые комплектующие по сколько-нибудь приемлемой цене. И вот тогда на КРАЗе решили не класть яйца в одну корзину, то есть использовать для бескапотника собственные мосты и российский двигатель, а вместо одного варианта кабины опробовать несколько вариантов, включая кабину собственной разработки и собственного изготовления. Причем второй экземпляр перспективного самосвала, получивший обозначение КРАЗ С-20-0, изготовили именно с ней. Что самое интересное, кабина была не штампованная, а каркасно-панельная. Внешние стеклопластиковые панели крепились на прочный стальной каркас. Подобный конструкторский выбор был не случайен. Организация штамповочного и сварочного производства – дело крайне затратное, и браться за него без расчета на массовый выпуск кабин нет никакого смысла. Кроме того, каркасно-панельная конструкция кабины допускала быстрое создание ее новых конфигураций, малозатратный ремонт и сравнительно недорогую последующую модернизацию. Эта кабина, кстати, получилась очень удачной внешне, весьма качественной в плане подгонки панели и удивительно просторной внутри. Единственная стилистика интерьера уступала таковую европейских грузовиков той поры. Но для строительной и внедорожной техники интерьер был вполне приемлем. КРАЗ С20-0 получил 11-литровый 362-сильный ярославский дизель ЯМЗ-651.10. Этот современный на то время лицензионный мотор, в основе которого рядная шестерка Рено DCI-11. Грузоподъемность самосвала составляла 20 тонн, вместимость кузова 15 кубов. Ожидаемо, что подвеска была полностью рессорной, а тормозные механизмы барабанного типа. Из китайских агрегатов сохранились только сцепление и 9-ступенчатая коробка передач Шанг-Си. Идущие мосты собственного кременчугского изготовления с блокируемыми межколесными дифференциалами. Второй проходной мост с блокируемыми межосевым дифференциалом. В 2009 году мне довелось поездить на этом самосвале в одном из карьеров, где добывали щебень и песок. Прежде всего поразила плавность хода КРАЗ С20-0. Под колесами сплошные кочки и ямы, но подвеска колес, подвеска кабины и подвеска сиденья работали на удивление слаженно. Во всяком случае, за рулем капотного КРАЗа, на котором я потом проехался по тому же маршруту, меня трясло куда ощутимей. И если при разворотах капотный КРАЗ едва ли не черкал бампером, полежащим у дороги грудом камней, то без капотнику там же удавалось развернуться с очень хорошим запасом. Современный силовой агрегат уверенно тянул полностью груженный самосвал в горку, даже без перехода на пониженный ряд передач. Не понравилась только китайская коробка. Замещение ею в ярославской коробке не показалось заменой шилы на мыло. По усилию на рычаге, по четкости выбора нужной ступени, уровень фактически одинаковый. Мне уже потом объяснили, почему выбор пал именно на китайскую коробку передач. Она банально оказалась дешевле. Увы, в 2009 году в результате экономического кризиса производство на КРАЗе сократилось в несколько раз. Заводская площадка готовой продукции в то время была заставлена непроданными автомобилями. В этих условиях о внедрении нового семейства в серию речи уже не шло. Основной стала задача выживания предприятия. Конечно, работа над автомобилями с кабиной над двигателем продолжилась. На часть шасси стали ставить более совершенную китайскую кабину. Для других модификаций приспособили кабину от Renault Kerox. С ней КРАЗ вообще не отличался от европейского грузовика ни снаружи, ни изнутри. И те, и другие потихоньку изготавливали по мере поступления заказов. Создавались и новые модификации с собственной каркасно-панельной кабиной. Например, было сделано трехосное шасси с увеличенной колесной базой, на основе которого создали вместительный мусоровоз, ломовоз со смонтированным за кабиной краном-манипулятором, а затем и пожарный автомобиль. Появилось также двухосное шасси. На раму одного из них по требованию заказчика установили кузов с установкой пылесоса для очистки дорожного полотна. На раму другого поставили кузов для сбора твердых бытовых отходов с задней погрузкой и разгрузкой. Третий двухосный краз с каркасно-панельной кабиной превратили в автоцистерну для перевозки топлива. А четвертый краз с аналогичной кабиной сегодня применяется в качестве комбинированной дорожно-уборочной машины. То есть семейство росло, успешно осваивая все новые профессии. Но, к сожалению, кразы с оригинальными бескапотными кабинами так и не сумели преодолеть планку штучного производства. Во-первых, как я уже говорил, завод в ту пору попал в очень сложные ситуации и у него банально не было средств для освоения принципиально новой кабины. Появись бескапотных раз, хоть на два года раньше, как знать, может быть, именно он сегодня стал бы основой производственной программы завода. Во-вторых, на мой взгляд, ошибочной была ставка на выпускаемый в Ярославле лицензионный реношный мотор. Он оказался слишком дорогим и отличался низкой ремонтопригодностью вне сервисных центров. Может быть, у Красса С-20.0 и у других его модификаций появился бы еще один шанс окажется в моторном отсеке старая добрая ярославская V-образная восьмерка с ярославской же коробкой передач. Чтобы традиционные заказчики Крассов могли пользоваться уже имеющиеся в их распоряжении ремонтной базы. В-третьих, после завершения кризиса в 2009 году валютный курс более-менее стабилизировался и китайская кабина вновь оказалась привлекательной по цене. Во всяком случае, экономика производства автотехники с ее применением стала снова понятной и прогнозируемой. Поэтому китайская кабина в итоге победила, определив дальнейший путь становления кременчугстых бескапотников. Этим путем завод с большим или меньшим успехом движется и по сию пору. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok